Каким вы видите напиток от звезды Голливуда? Это не мартини, не коктейль. Это самый настоящий бурбон от именитого производителя бурбона компании Wild Tukey, Дикая Индейка. Компания известна не только благодаря своему названию, которое она получила в 1940 году, когда руководитель компании со своими друзьями отправились на охоту, конечно же, на бедную птичку, которую массово поедают в Штатах на День Благодарения. И не знаю, какой была у них охота, но он взял с собой на охоту две бутылочки бурбона, собственное производство, да, и вот бурбон очень всем понравился, и в своей компании они начали называть этот бурбон именно Дикая Индейкой. Так название прилетело к бурбону, и в 1971 году компания тоже начала называться Wild Tukey, Дикая Индейка. А свою историю она взяла еще в 1869 году, когда братья Рипи организовали семейную винокурню на холме с одноименным названием Wild Tukey в городе Лоуренсбург, штат Кентуки. На самом деле компания известна не только, благодаря своему интересному названию, да, Дикая Индейка, но и нескольким очень интересным фактам. Во-первых, на сегодняшний день на компании работает самый пожилой из ныне действующих мастеров дистилляции Джимми Рассел. Не так давно Джимми исполнилось 68 лет. Еще в 2000 году он был введен в зал славы бурбонов. Часто его приглашают в качестве судей на всевозможные международные выставки. Позже на винокурню устраивается его сын Эдди Рассел, и в 2015 году он получает также официальное звание мастера дистилляции, и таким образом Джимми и Эдди становятся единственным в мире действующим дуэтом отца и сына мастеров дистилляции бурбонов. Также компания известна благодаря тому, что в 1976 году она выпустила первый в мире ликер из бурбона American Honey, американский мед от компании Wild Tookie. Таким образом, она является праотцом всех ликеров из бурбонов. Ну и что можно сказать о нашем сегодняшнем госте Бурбоне Лонг Брэнч. Длинная ветвь. Название выбрано не случайно. Очень интересный дизайн самой бутылки, да? Очень массивная такая корковая пробка с тиснением дикой индейки, собственно. На самой бутылке есть стеклянное тиснение, что это ограниченная серия, которая выдерживается в бочках из американского белого дуба на протяжении 8 лет. Крепость 43 градуса. Также есть надпись «Expertly Crafted» — искусно созданный. Этикетка довольно небольшая, но примечательная. На ней есть два автографа. То есть в создании этого напитка принимали участие два человека. Почему длинная ветвь? Потому как напиток проходит фильтрацию через слои угля из американского белого дуба и техасского мескита. Американский белый дуб представляет собой штат Кентукки. Родину одного из авторого проекта, мастера дистилляции компании Эдди Рассела. А техасский мескит представляет собой штат Техас. И это родина второго участника этого проекта, близкого друга Эдди Рассела. С 2016 года креативного директора компании Вайл Туки. Известный американский актер Мэтью МакКонахи. Мэтью МакКонахи очень любит, когда в напитке присутствует дымность. Но он не любит сухость, которую, как правило, эта дымность дает. Он хочет, чтобы напиток освежал. Эдди Рассел придерживается стандартной рецептуры бурбонов для компании Вайл Туки. Они должны быть очень мягкими, немного сладковатыми и очень легко питься. Вот эти вот два человека собрались и в 2018 году придумали рецепт бурбона Long Branch, который мы сейчас с вами и протестируем. Итак, что можно сказать о аромате этого напитка? Аромат очень обволакующий, очень дымный, но при этом дым этот переливается фруктовыми нотками. Знаете, лучше всего подойдет описание костра, в котором горят фруктовые ветки. А что же касается вкуса напитка, то он действительно очень мягкий, сладковатый, переливается нотками фруктов и тоже в нем немного присутствует дымность. Ощущение такое, когда вы сидите возле костра на природе, пьете фруктовый коктейль и получается, что да, вот вкус такой, когда во вкусе присутствует немного и дыма и немного вот этого фруктового вкуса. В целом напиток очень легко пьется, несмотря на свой довольно-таки высокий градус и, несомненно, заслуживает ваше внимание, друзья. На сегодня все. Хотите знать больше, подписывайтесь на аккаунт и до скорых встреч. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok